Ближайшие три месяца, дорогие мои, для нас очень важны. Да, они будут решающими, каким образом, с какими процессами мы зайдем в 2025 год, год змеи, когда рептилий-дракон скинет свои крылья и будет еще, так скажем, хитрее и изворотливее ползать по нашей планете Земля. На связи ваш номеролог Мара Баронина, и мы с вами продолжаем. Сейчас будем прогнозировать наши оставшиеся месяца 2024 года. Действительно, сейчас идет противостояние темных и светлых сил. Это противостояние продолжается и продолжаются они, да, во множественном числе. И важно постараться привести свои дела в порядок до 31 декабря 2024 года. Почему? Потому что с 2025 года будет властвовать воинственная энергия Марса. Напомню, что 2024 год у нас год кармы, да, он прям так и называется, год кармический, год кармы, когда буквально Сатурн нам позволяет сделать некие проработки. То есть год Сатурна, в который легче всего прорабатывать какие-то слабые стороны, убрать подключки, убрать блокировки, разорвать разного рода контракты. Это в основном и есть его глобальная такая задача – вычистить, да, все вычистить, что человеку мешает. Дать возможность почистить хвосты. И тогда действительно непростой по энергии 2025 год может пройти для вас по более облегченному сценарию. Сейчас мы с вами находимся в осеннем периоде, который потом перейдет в зимний. И вот как раз осенний период чем ознаменован? Ознаменован он тем, что действует петля времени со своими пятью ретроградными планетами. Но не совсем даже пятью, а там будет переход, и даже можно сказать, что с шестью планетами, а затем еще одна ретроградная планета появится в нашем пространстве, в космосе, да, назовем так, или во вселенной, как вам хочется это ощущать. И прямо сейчас я расскажу, как считывать вот эту информацию, как действовать, да. И напомню, что петля времени – это период необратимых, с одной стороны, событий, но с другой стороны, обратимых, если вы постарались. И вот вспомните, пожалуйста, апрель месяц, постарались ли вы, да, там тоже была петля времени. Очень у нас было много событий с конца марта и весь апрель 2024-го. И вот осенью многие события у людей повторились, те, которые они не закончили, те, которые они не проработали. И когда проявляется петля времени, это значит, что по силе своей, да, происходят процессы, скажем, да, не совсем плюсовые, я бы сказала, даже минусовые, в три раза, а порой в пять раз сильнее, чем обычно. Почему она называется петлей времени? Потому что одновременно происходит влияние с разных сторон разных именно планетарного масштаба событий, да. И вот тут как раз у нас и коридор затмений, да, вот мы сейчас с вами в острой фазе практически находимся, она до 2 октября. И, кстати, кто будет слушать это видео, вам в любом случае до конца года важно будет его прослушать. Эта информация прямо актуальна до конца 2024-го года, 2024-го, до 31-го декабря фактически. Так вот, усиление за счет того, что много ретроградных планет. Что же такое ретроградная планета? Она выглядит, не она, точнее, а вот это явление, да, ретроградное, выглядит как будто бы планета двигалась-двигалась сначала в прямом положении, происходили все процессы, в которых она главная, да, и где она является управителем. А потом вдруг она остановилась, эта планета или это светило, и начала возвращаться назад и тормозить вот эти процессы, которые с ней связаны. Что же это за планеты, которые у нас сейчас ушли в ретроград? Вот кто конспектирует, обязательно запишите. Это одновременно действует ретроградный Сатурн, Юпитер, Уран, Плутон, Нептун. И затем у нас снова вернется ретроградная Меркурий, и затем у нас еще останется одна планета, это Марс. Да, он тоже плавно, значит, из декабря своим ретроградом перейдет уже в 25-й год. Давайте теперь понимать, что же нам ждать от этих периодов, когда накладываются вот такие события, и как они повлияют на нашу жизнь. Начнем как раз-таки с Сатурна. Запишите, до какого числа он будет в ретрограде. Сейчас он в своей устрой фазе, и будет он в ретрограде до 15 ноября. Что здесь? Здесь карма проверки сильнейшая. Здесь будут создаваться препятствия для людей. Опять же, препятствия для чего? Чтобы мы их прошли, чтобы мы что-то себе, для себя обнаружили и проработали. Чтобы мы увидели эти препятствия, из-за чего они происходят, для чего. Что будет, когда я что-то подправлю и исправлю. Так вот, эти препятствия, которые буквально требуют от людей преодоления. Где-то терпения, где-то принятия, да. Где-то сначала отрицание, потом принятие. Безусловно, без мудрости здесь сложно пройти эти события. И на что смотреть? Да, это не будет так, что бац, и все бомбануло сразу. Вот тут как раз-таки проверки и препятствия проявляются у людей в самой слабой сфере. Вот посмотрите, в той сфере, где просадка, больше всего, да, вот туда и надо дать свое внимание. И проработать успеть идеально, пока у нас не закончился этот год. Потому что если не проработать вот по петле времени, то это может перейти дальше в следующий год. То есть вот эта непроработанность или незавершенность. Дальше, ретроградный Юпитер, он с нами будет до 4 февраля 2025 года. Буду говорить не 2025, а 2025. Хотя правильнее будет говорить 2025. Напомню, что эта девятка, эта марсианская энергия у нас будет в следующем году активно заходить. Да, и тоже сейчас я вам проговорю, что это значит для тех, кто не знает вдруг. Итак, Юпитер в своем прямом положении за что отвечает? В прямом положении он управляет удачей, расширяет возможности, дает старт духовному росту, либо максимальное проявление в духовном росте для человека, материальное благополучие. Соответственно, все это может подтормаживаться. И опять же, если вы сейчас чувствуете, что-то произошло, это не значит, что вам перестало вести. Сейчас вот такое влияние идет Юпитера, и как раз всегда, когда по какой-то ретроградной планете происходят какие-то сбои и просадка в какой-то сфере, вы должны четко понимать. Ага, вот тут мне подсветили, у меня тут слабая зона, мне туда надо дать энергию, внимание, топливо, что-то, чему-то обучиться, чтобы это успеть прокачать. Вот, поэтому это мы разобрали. Дальше мы идем в Уран. Уран, ретроградный Уран у нас с вами аж до 30 января. Ну, помните, да, вот те данные, которые я называю, все равно еще плюс, может, 3-7 дней еще затягиваться. Соответственно, по Урану еще может затянуться примерно до 7 февраля, а там накладываются другие события, потому что с начала февраля у нас будет коридор кризисов и революции в 2025 году. Так вот, Уран это что? Это нарушение привычного уклада жизни. Нарушение привычного уклада людей, уклада жизни людей, народов, стран. И в этот момент случаются очень непредсказуемые обстоятельства, события, нехорошие сюрпризы. Могут быть катастрофы разные, природные, галактические, разного рода катаклизмы, разного рода вспышки. И мы видим, что происходит. То наводнение, то пожары, то активность конфликтная где-то повышается, то в неожиданных местах как будто бы чири прорывается. Это вот все последствия вот этого ретрограда. Идем дальше. Ретроградный Плутон. Очень интересный период. Он у нас с вами очень давно уже длится, я бы сказала, практически полгода. Он с 3 мая и до 12 октября он продлится. И он как раз-таки в этот период, что нам показывает? Он призывает к глобальному переосмыслению смысла в своей жизни, переоценке ценностей, поиска себя. И вот тут такой даже вопрос возникает. Какой главный смысл в жизни для тебя ты обнаружил за этот период? И вот ваша задача посмотреть, что же вы обнаружили, какие смыслы, что вы переоценили, на что вы стали под другим углом смотреть с мая по нынешний период. И как правило, вот то, что за этот период вскрывается тоже как чири, какие-то переживания, какие-то действительно очень эмоциональные, необычные события, или даже просто, казалось бы, бытовые события, но вы прямо действительно там переживали, эмоции были, то вот как раз я подуспокою вас, если что-то подобное было, то к 12 октября они пойдут на спад. Или знаете, как может быть, вот раз и одним днём просто взяла и закончилась. То есть раз, как будто бы ничего не было. Вы скажете, как так бывает? А вот так вот расщёлкнулось, да, всё проработалось, возможно, вы постарались, и всё изменилось. Дальше, очень люблю планету Нептун за её необычность, за неё потустороннесть, за её, да, то есть она покровительствует сна потустороннему, неизведанному, чему-то прямо запредельному, иллюзорному. Это планета творцов, фантазий. И вот она тоже в ретрограде. Противоположная, кстати, сторона Нептуна как раз, знаете, какая? Он управляет страхом и фобиями. Поэтому у людей как-то вот этот страх, переживания накапливаются тоже в этот период. Сейчас тоже идёт достаточно острая фаза, фактически ближе, нет, ещё не к концу, да, вот, так скажем, разворачивается экваторная точка. Вот, и продлится это состояние до 8 декабря 2024 года, то есть он в ретроградном положении, ну и плюсом плюс 3-7 дней. В этот период что происходит? Рассвет неконтролируемых сил, рассвет тёмных сил. Тёмные силы активируются, атакуют и как будто бы накрывают землю. Тёмные представители пытаются посадить людей на контракты в прямых и переносных смыслах. Глубже смотрите, глубже понимаете, кто в вашу жизнь пришёл в этот период, кто появился, для чего этот человек появился, куда он вас заводит, куда он вас ведёт. Будьте очень бдительны, да, и вот в этот период действительно могут происходить сверхнеожиданные какие-то события. И затем мы финалим год уже двумя планетами, да, это ретроградный Меркурий и Марс тоже будет в ретрограде. Ретроградный Меркурий, он бывает 4 раза в год в подобном состоянии, где-то, ну, иногда бывает 3, когда на перекрестии, да, лет. Но в данном случае он стартует у нас 25 ноября, а чувствовать мы его будем за неделю. Опять, соответственно, где-то даже числа 18 ноября и до официально 15 декабря. Но, опять же, плюс числа всё-таки до 20, наверное, декабря мы будем его ощущать, потому что другие ретроградные планеты тоже наложились. А это значит, что на стыке, внимание, на стыке ноября-декабря, прямо вот конец ноября, начало декабря, могут повториться августовские события 2024 года, как мирового уровня, так и человеческого. Поэтому ваша задача сейчас проанализировать, что у вас по минусу происходило в августе. Если там в августе вы это не завершили, то тут оно опять может проявиться. И затем у нас Марс будет ретроградным с 6 декабря уже по конец практически февраля, по 24 февраля плюс 5 дней, и это конец февраля, 28 февраля, считаем, да. Это планета действий, страсти, власти, желаний, которая управляет агрессией и гневом, управляет дуальностью. А что это за дуальность? Нападение и защита. Или нападение, или защита, да. Вот тот самый треугольник Карпмана, жертва нападения, нападающий и тот, кто защищает. Потом все меняются, да. И вот это даже вот так, если посмотреть в семьях, такое может быть. Да, мама ругается на детей, папа защищает. Потом наоборот. Потом на маму папа нападает, дети защищают. Это вот бывает так, если посмотреть на семьях, но и также между странами. Одни нападают, вторые защищают, да, какие-то, ну не в смысле, в прямом даже смысле нападают, а какой-то конфликт случается, вторые встают на сторону, потом у других и так далее. Вот этот треугольник Карпмана, он будет очень активный в этот период. И на что здесь нужно еще обратить внимание. У планеты Марс есть два спутника, Фобос и Страх, да. То есть он будет вскрываться. Ой, не Страх, Страх и Фобос Страх и Деймос Ужас, да. И как будто бы Ужас будет заходить. Человеком может охватывать Ужас. И вот в этот период вот может такое проявиться. Безусловно, если вы проработаны, если вы подготовлен человек, у вас, может быть, это не будет проявлено. Или не в такой острой фазе. Или вы будете осознавать все события, спокойнее к этому относиться. Поэтому старайтесь меньше эмоционировать, не переживать. Да, даже если кажется что-то все очень печальное, страшное, не пускать эти энергии в себя. Как раз чувствуете страх, разворачиваете его и программируете на ресурс. Потому что любая энергия, неважно веселье либо страх, это все энергия. И ее, как хвостик, можно развернуть и на нее положить ваше намерение либо цель и запустить в пространство. Она ровно так же будет работать. Это прекрасный рефрейминг, да, или практика так называемая прекрасная. Вот, что еще я хотела здесь сказать. И если в декабре из-за ретрограда, смотрите, может что быть. В любых, даже вот в отношениях между, например, мужем и женой, например, которые вдруг разводятся по какой-то причине, и он ей что-то обещает, чтобы смягчить. Вот, что я хочу сказать. И в глобальных смыслах тоже это касается. То есть, если в декабре из-за ретрограда он, знаете, так, сомнительно, искусственно притворится, создаст состояние затишья, да, в каких-то ситуациях это может быть притворство. Будьте аккуратнее, не теряйте бдительность. Потому что если он так сделает, то все равно может прорваться, в конце января он покажет истинное лицо. То есть, в конце января марсианские энергии развернутся и пойдут к своему пику, да, и придут уже к пику где-то к 16-28 февраля. То есть, неожиданное вроде затишье, казалось бы, думаешь, все хорошо, договорились. Да нет. А раз оно в конце января начинает разворачиваться, и до конца февраля приходит к пику. И вот тут могут быть, главное, не поддаваться, да, на провокации. Здесь могут быть большие конфликты с необратимыми последствиями. Обещали одно, а как бы из-за спины выскочили, сделали по-другому. И вот вы сейчас прекрасно понимаете, да, что все, что будет происходить, происходит не из-за того, что вам перестало вести, да, а так разворачивается петля времени, так разворачиваются у нас на экране космическом планеты. Ретроградные планеты. И наша планета также продолжает трансформироваться, эволюционировать. Это неизбежно. Это эволюция в рамках Солнечной системы и Вселенной, в нашей галактике Млечный Путь, в нашей Вселенной. И здесь стоит сказать, что справится человек, обладающий знаниями о себе, о духовном мире, о других, и вообще о мире глобально. И, скорее всего, вы понимаете, что наступила та точка, условно, невозврата, даже если вы еще до этого сидели и не познавали себя, то вот сейчас та точка невозврата и познание себя наступило, которую нельзя откладывать. А ведь даты рождения у нас есть у каждого в паспорте, это отрицать нельзя, и каждая цифра что-то значит, и нужно знать все свои цифры. И вот ваша дата рождения всегда вам в помощь, со своими плюсами, минусами, проработками, корректировками и так далее. И у вас есть три варианта. Начать изучать уроки. Сначала шесть уроков, которые я по ссылочке разместила, внизу под видео они безоплатные, и затем прийти на вебинары с презентациями, слушать внимательно, все фиксировать и считать. И, кстати, после бесплатных вебинаров вы, если захотите, даже можете уже платные консультации делать. И это реально так, потому что огромное количество учеников у меня так и поступает. А дальше они уже идут в глубину, если хотят получить знания по пяти традициям. То есть первое – это изучить уроки и прийти на вебинары. Второе – там еще будет ссылочка – изучить более девяти постов в моем Телеграм-канале. Они тоже бесплатные, но не очень контентные. И, конечно же, третье решение – это два в одном. Это высшая точка познания. Зайти и в шесть уроков зарегистрироваться, и также подписаться в Телеграм-канал. Жду вас, мои дорогие друзья, на всех своих площадках, на всех своих марафонах. Ваш нумеролог Мара Баронина в потоке. Жду вас. Прямо сейчас можете регистрироваться.